Приветствую Вас, Оксана, Савин Никола. Очень здорово, что Вы имя свое написали здесь. Вот, смотрите, я могу интерпретировать вашу проблему как проблему не принятия себя раз и проблему страха ошибки два. Это вот то, что я могу выделить. Оправить непосредственно на то, что Вы написали. Если оправить, если оправить у Вас действительно имеют место быть такие проблемы, то работа над принятием себя, как сказала моя коллега, не быстро. Вот, коллега Светлана, как и сказала, нам работа не быстро это. Это предполагалось регулярную работу и проверенных методов здесь нет. А у нас это работа с Вашими чувствами, работа с Вашим опытом, это работа с Вашими переживаниями и наверное, чтобы спустить человека, как раз вот, туда, да, просто чтобы спустить человека, ну вот, скажем так, к себе под кожу, вот. Ну, наверное, нужно какое-то время, потому что, наверное, сразу не получится, то есть не получится сразу добраться до Вашей проблематики, которая у Вас есть, к сожалению. Ну, так обычно, так обычно это бывает. Пока они имеют бабки, потому что есть привычные защиты, есть привычные механизмы защиты. Вот. И, в общем-то, я думаю, что в любом случае нужно время. Это время, это, да, определенные ресурсы, это определенные работа. Вот. И, вот, то, на что нужно обратить, вам, ваше внимание, это на то, как раз, почему я себя не принимаю. Почему я не принимаю себя, почему я не принимаю свои, значит, ну, допустим, свои объективные какие-то возможности, свои объективные какие-то способности. Вот. Я думаю, что это первое, на что Вам нужно оплатить внимание. Да, то есть, что конкретно я себе не могу принять. Почему я себе, условно говоря, этого не принимаю. Почему? Что мне мешает принять себя. Что стоит на меня на пути к этому. Ну, вот. На пути к принятию себя. Что стоит. Дальше. Что касается ошибок. Что касается ошибок. Отношение к ошибкам является предельно важным моментом. От того, как Вы относитесь к своим ошибкам, не много, не мало, зависит, то, что будет с Вами происходить в дальнейшем. Вот. Это принципиально важный момент. Ваш опыт. Ваш опыт. Взаимодействие с ошибками. Нужно также разобрать. Нужно также рассмотреть и поисследовать. Потому что совершенно очевидно, что в нем есть какие-то деструктивные моменты. Например, моменты такого рода, что я не могу ошибаться. Вот. Ну или, что ошибки в той или иной степени меня задевает. Да. Дальше. Следующий момент. Вы говорите про целеустремленность. Понимаете, целеустремленность штука хорошая, когда есть четкая система ценностей. Когда есть четкое понимание того, что я хочу, что мне нужно, что для меня важно, что я хочу привназить в мир, что я хочу делать для себя и прочее. Ценноустремленность здесь хороша тем, что она помогает справиться с ошибками. Она помогает не обращать внимания на те неудачи, с которыми человек может встретиться на пути, ну, на своем пути к решению задач. То или иной. Но, вместе с тем, цель, если она возводится в абсолют, предполагает появление новой цели. Что для человека с не структурированной системой ценностей является достаточно серьезной проблемой, ввиду того, что требуется большее количество усилий для постановки новой цели. И, вероятно, именно из-за того, что цель вам, например, важна, важна слишком сильно, ввиду этого, ваше подсознание защищает вас от того, чтобы вы цели достигли, чтобы вы цели добились. Почему? Потому что в этом случае вы будете хотя бы иметь перед собой цель, а, значит, поддерживать смысл своей жизни. Тогда как, если цель вы достигнете, то, вероятно, придется искать новую, что более трудоемко и вызывает тревожную тревожность. Поэтому саму вашу идею, саму вашу природу целеустремленности я бы здесь рассмотрел под немножечко другим углом и посмотрел бы на то, насколько целеустремленность действительно соответствует своему назначению. Вот. Такая вот вам будет обратная связь. При этом, при этом, принятие себя предполагает еще и личностный рост. То есть это, условно говоря, личностная зрелость, чем не может похвастаться человек, который в себя не верит. Ну, потому что человек, который в себя не верит, очевидно, он более не зрело с точки зрения личности видит себя и мир, чем зрелый человек с точки зрения личности. Вот. Поэтому здесь очень важно этот момент для себя также определить. Вот по таким направлениям, я думаю, вам нужно с психологом работать. Я не знаю, что это значит, что вы были у психолога, я не знаю, что вы делали, но нужно именно работать. То есть ваш запрос. Во-первых, сформулировать запрос, потому что я в себя не верю, это больше как, ну, это больше как факт, да, это больше как такие, знаете, ну, вводные данные, скорее. То, что вот я вот, вот я в тебя не верю, да, я в тебя не верю, все. Это скорее больше факт. Гораздо важнее, гораздо важнее, что вы хотите, чего вы хотите. Это гораздо важнее. И именно вот этот момент, момент того, что вы хотите в том числе и от психолога, да, нужно сформулировать и вместе с психологом над этим работать. Еще раз, это предполагает наличие вашей активной позиции по отношению к себе, потому что это вы выбираете в себя не верить. Это вы выбираете целеустремленность называть своим, ну, таким вот, таким вот, если можно выразиться, позитивным качеством, да. Это вы выбираете, это ваш выбор, это ваша позиция, но этот выбор можно изменить. Для этого необходимо разобраться, как это происходит. Как происходит ваше не верение в себя? Как происходит ваша постановка целеустремленности на такой своего рода пьедестал? Если можно, опять же, так выразиться. Я не говорю, что у вас нет других ценностей. Ни в коем случае я этого не говорю, но я имею в виду именно вот то, что разбираю в данный момент. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится вот самым лучшим для вас образом. До свидания.